Всем привет, мои дорогие друзья и гости канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня с вами поделюсь радостной вестью. Может для кого-то это будет суший пустяк, но для меня действительно это большая радость. Ни для кого не секрет, что мое утро начинается очень рано. В 5 часов утра мне нужно уже выезжать доить корову на поле, так как уже начинается сбор нового урожая зерновых. Практически там где-то метров 20 от того поля, где находится корова, засеяно поле пшеницей. И вчера эту пшеницу начали уже собирать. Я вечером, когда доил корову, это уже было видно. Ездили комбайны, зерновозы стояли, в которые засыпали потом уже скошенную пшеницу. И сегодня утром, так как я всегда езжу первый доить корову на поле, после меня приезжают там уже где-то полшестого другие люди, у нас утром 4 человека там доят. Также ездят тетя Валя с дядей Сережей, тоже их коровы на поле сейчас. Ну и проезжая к полю, оно получается между вот этим полем и дорогой, где зерно, пшеница была посеяна. Я увидел, что по дороге рассыпано зерно. Ну, думаю, буду возвращаться обратно, так как я еду всегда, у меня ведро приготовлено, чтобы корова кушала. Думаю, корова скушает, у меня ведро на 16 литров, она это все скушивает. Думаю, как раз я насобираю это ведро пшеницы и приеду домой. Довольный такой. Думаю, как раз будет что понасыпать. Для птички там соединить с кукурузкой и уже на один день им хватит покушать. Ну, я подоил уже корову, как раз поприезжали уже все. Я взял, и они не увидели это, естественно, пшеница, которая была рассыпана, потому что они ездят на машинах, я езжу на велосипеде. Я взял мешок, хорошо, что он был в машине у одних из тех, кто приехал. И вот одного мешка мне не хватило, потому что я насобирал вот этих 16-литровых 8 ведер. Один мешок, второй, вот мне дали мешок. И вот третий, это уже был последний, он уже немножечко вот такой грязноватый. Но вообще пшеница вот чистенькая, там еще можно было бы собирать и собирать, но так как дядя Сережа с тетей Валей, они уже уезжали, мне некому было бы привезти вот эту всю пшеницу домой, то они уже забрали пшеницу, и я на велосипеде приехал за ними. И так что вот смотрите, какая радостная весть, радостное событие. А, ехал еще один человек корову дает, я как раз собирал пшеницу. Он говорит, ну шо, Рома, наверное, кто рано встает, тому Бог дает. Ну, наверное. Так что теперь есть 8 ведер пшеницы. Так как у меня пшеницы дома оставалось только 4 ведра, наверное, и сегодня нужно уже перебивать зерносмесь, сделать для всех. Я думал, что пшеница закончится и придется опять покупать. Но пшеница у нас подорожала, и неохотно было бы тратить деньги, так как вчера все деньги, которые у меня были, я потратил на бролеров. Купил им коксидиостатик для того, чтобы их пропоить. Вот коксидиоза, потому что я их не пропаивал. Купил жидкий кальций и купил для них витаминчики. И это все мне обошлось где-то около 390 гривен. Я бы, может, самого бролера и не пропаивал, но так как они сидят у меня с индюшатами, то индюшат желательно пропоить. Индюшата тоже у меня еще ничем ни разу не поились. Ну, вот такая у меня приятная новость. Мне, конечно, очень от этого радостно, потому что так как я уже рассказывал в своем видео, ничего случайного в нашей жизни не делается, нужно было бы вот, чтобы я в тот момент там был. Так получилось, что у них рассыпалось это зерно. на дорогу. И, слава богу, получилось у меня насобирать 8 больших ведер пшеницы. Сейчас пшеница у нас подорожала. Говорят, уже в городе по 60 гривен ведро пшеницы, ведро кукурузы, ведро ячменя. Все уже сравнялось в одну цену. Зерно в цене очень поднялось. И вообще непонятно, что будет дальше. Может быть, когда начнут массово уже собирать урожай, то цена немножечко упадет. Но это не факт. Я разговаривал вчера со своим знакомым, тоже хорошим молодым человеком, который занимается разведением хозяйства, начинающий хозяйственник, так сказать, потому что не только там птицы, чтобы не сказать, что птицы вот, там и кролики, и уточки. Уточки хорошенькие. Можете зайти на этот канал посмотреть. Канал Деревенская душа. Не так давно мы общаемся с этим парнем. Мы подружились, нашли общие интересы и время от времени созванивались. А то вот вчера вечером мы говорили, и он говорит, ты слышал, что хотят ввести налог на землю, на пай, чтобы вот мелкие арендаторы, которые там держат землю в аренде, платили налог, и налог немаленький. Из гектара получается 1300 гривен. Эта цена, конечно, такая не мелкая и не сильно высокая, но не низкая. И вот если еще ведут такой налог на землю, то мне кажется, что вообще будет нерентабельно фермерам вот таким мелким сеять это зерно, потому что оно будет очень дорогое. Не знаю, к чему мы докатимся, но мне кажется, ни к чему хорошему мы не придем. Здесь приготовил воду для бролеров, так как на ночь я вчера им уже в 11 часов не наливал воду для того, чтобы сегодня дать им вот эту водичку, и они ее с жадностью выпили. Кокцидиостатик этот раз брал кокциклин, если я не ошибаюсь. Я всегда скупаюсь в одной и той же аптеке. Там работает очень хороший человек, женщина, которая действительно понимает все в сельском хозяйстве. Она когда-то работала в ветеринарии, с животными имела опыт работы. Человек очень хороший, усведомленный в своем деле. и она всегда советует мне что-то новое, что-то хорошее, либо то, что было, но оно хорошее. То есть никогда никаких проблем не было. Всегда можно позвонить, всегда можно поехать, посоветоваться, приобрести то, что нужно. Всегда у них высокий ассортимент, большой ассортимент, большой выбор, то есть можно все найти. А здесь уже приготовил для индюков влажную мешанку. Здесь у нас и соя, здесь у нас и макуха, здесь у нас и макароны, и гречка, хлеб размоченный, пшеничные отруби. И сейчас это все они будут кушать. Зерносмеси нет, не насыпал сюда, потому что не перебивал вчера зерну. Вот так стоят, уже с жадностью ждут меня. Сейчас уже буду давать, сейчас уже и калитку открою. Здесь вот уточка запряталась, несется прямо на земле. Нашлась в ее вот такое местечко, и здесь она несется. Все, индюки наши уже, завтракают. Ты куда идешь, дракончик? Вот такая галашаечка. Купалась, наверное. Пепли в земле пришла, струсанулась на меня и ушла. Вот наши молодые уточки, селези, не три уточки. Этих я так и не перенес, голубых, белоголовых. Так они здесь пока и сидят. Говорил вам о том, что в влажной мешанке присутствуют макароны, и вспомнил о том, что когда-то мне знакомая рассказывала, как она держала по 50 и больше индюков, работала на хлебопекарне, и там был цех по производству, по изготовлению макарон. И была возможность брать оттуда макароны. Не знаю, покупали они их там по дешевой цене, либо там какие-то возвраты были, этого я вам сказать не могу. Но хочу сказать о том, что она говорила, как она выкармливала индюков вареными макаронами, делала на основе макарон тоже влажные мешанки, и говорила, что результаты были просто превосходными. И не только индюков она выращивала на вот этих макаронах, после тоже двух месяцев говорит, переводила их на влажные мешанки, на вот этих отварах с макарон. Все замешивала, добавляла сыворотку, была корова, добавляла обрат, добавляла творог, тот, что оставалось, а макароны вот эти, крапива, вареный картофель, потому что у нас в Западной садят очень много картофеля. Вот когда я сюда приехал, в Днепропетровскую область, я был удивлен, здесь люди не садят так много картофеля, то здесь у людей нет так много огородов. Если я помню, когда-то мы жили в деревне, то было у нас около трех гектаров земли, которые мы обрабатывали. Садили очень много картофеля, сеяли зерновые, сеяли очень много свеклы кормовой для животных, то здесь картофеля так много не сажают. И картофелем мы всегда кормили практически всю животину, которая у нас была. И коров, и свиней, потому что держали очень много свиней, и кур, и кос, и гусей, и уток. Весь мелкий картофель вываривался для животных. Так что, если у кого-то есть возможность где-то найти макароны, можете пробовать кормить этим птичку. Птичка действительно очень хорошо растет и набирает быстро вес. Я практикую только гречку. И в прошлом году я гречкой кормил, и в этом году я гречку уже приобрел, тоже замачиваю. И делаю влажные мешинки на основе гречки. Тоже очень хорошо птички растут и хорошо себя чувствуют. Конечно, это не комбикорм, на котором они моментально как на дрожжах вырастают, но для меня нужно, чтобы было вкусное полезное мяско. Пускай они даже немножко дольше будут расти. вот как раз в кадр попали две первые галашейки. Это из тех галашей, которых я брал цветная мясная галашейка. Две их осталось. Я их оставлял специально для того, чтобы показывать, как они будут расти. Вот так они уже выросли. Они уже большие взрослые куряки. Еще они не несутся, но они уже начинают садиться. Когда я сюда захожу, то они начинают падать в ноги. Это признак того, что им уже нужен петушок. И я думаю, что вскоре они уже занесутся. Есть, конечно, мысль пустить их под нож, но все-таки я эту мысль от себя отгоняю. Думаю, может, я найду каких-то других претендентов. Может быть, попробуем какого-то индюка. в качестве галашейки. Потому что их действительно жалко будет. Хорошие курочки. Нужно хоть дождаться, когда они занесутся. А лилия вот эта была попала в кадр с самого начала видеоролика. Хотел рассказать, но перешли уже к индюкам. Это мне принесли лилию. Нужно посадить. Вот такая и два вида желтой. Одна вот такой ровный цветочек, а другая. Вот такие цветочки у нее закручены. Но они уже перецветают. Вот так с самого утра ведут себя бролера. Корм у них еще в кормушках оставался. Под ноги они не бросаются. Они лежат на сухенько чистой соломке. Здесь у них тепло. Нано дверь закрывают, так как у нас температура с 50 градусов опустилась до 16 градусов. им конечно здесь было бы прохладненько. Но так как дверь закрывается, то у них здесь тепло и комфортно. Сейчас будем наливать им пить. После того, как они двое суток пропьют вот этот препарат коксидиоза, 5 дней подаю им витаминчики, которые я купил, а потом начну добавлять жидкий кальций. хотел купить Байкал, так как я вам говорил о том, что мне посоветовали купить вот этот препарат Байкал, но в той аптеке Байкала не было, они такой препарат не завозят, у них есть альтернатива Байкала, она называла мне вот этот тетя, как он называется, но я забыл, но он намного дороже. Если мне говорили, что Байкал в районе 100 гривен бутылка, то там тот препарат порошком, он идет фасовкой полкилограмма и он где-то 235 то ли 255 гривен, но мне показалось это немножко дороговатым и я его не покупал, так что будем без Байкала. Если я не ошибаюсь, то мой друг Владимир канал Семейная Экофирма в прошлом году заказывал для себя вот такой препарат через интернет. Можно было бы тоже попробовать через интернет поискать, но уже есть как есть. Пока финансы не позволяют это сделать. Сейчас все финансы вкладываются вот этих бролеров. Кушают они достаточно таки много. В день получается где-то около чтобы не соврать 15-17 килограмм это минимум. Я ведрами беру, я беру большое 10-литровое ведро, намешиваю им туда зерносмесь, корм, насыпаю утром и насыпаю вечером. То есть с вечера они к утру это все не съедают, но я потом в кормушечке все досыпаю. Но они только-только растут. Им получается месяц. Так как я хочу их содержать два а то и больше месяца, то я думаю съедят они еще немало. Мне жена говорит с кем успехом как ты их кормишь и сколько ты в их вкладываешь можно было бы наверное купить уже готового бройлера и не морочить себе голову. Возможно это и так, но хочется все-таки выкормить хорошую здоровую птичку, чтобы получить тоже хорошее качественное мясо, а не то которое продают. Потому что мне когда-то жена говорила мы живем в деревне в деревне мясо домашнее проще найти, люди же здесь держат, занимаются ну то есть можно ничего не содержать если нужно то можно пойти у кого-то купить и когда мы только здесь начинали жить мы у одной бабушки покупали здесь помидоры огурцы и она выращивала бролеров и вот мы с женой пошли за огурцами за помидорами в один вечер и я спрашиваю чем вы кормите бролера мы хотим у вас купить несколько курей она показывает стоит мешок с комбикормом и она кормит чисто комбикормом а покупать вот даже домашнее то нужно быть уверенным в том что люди кормят чем-то домашним а не тем самым комбикормом которым кормят на заводских птицефабриках а потом продают вот этого бролера конечно же он немножко будет отличаться даже если дома кормить его чисто кормом пускай не будет получать столько там разной химии не будет расти так быстро как на дрожжах потому что знакомые у меня работают на птицефабрике здесь у нас есть своя большая птицефабрика то я наверное уже в одном из своих видео говорил что за 42 дня вырастает курица в районе 3,5 4 килограмм это уже чистая тушка бывает и больше и за 42 дня нужно в 42 в 43 дня нужно эту курицу уже убирать потому что если немножечко подождать эта курица начинает дохнуть почему она дохнет для меня непонятно то ли она там уже переизбыток у нее всего нехорошего то ли она уже перерастает ее распирает то есть непонятно но покупать вот такое мясо не хочется так так что вот такие у нас новости больше ничего нового пока в хозяйстве нет заложил я уже яйцо бегунка заложил немножечко своих мускусов и на этом уже у нас наверное инкубация закончится получилось у нас 15 яиц бегунка те которые уцелели и десятка два или два с половиной я заложил еще мускусов гусики с бегуночками растут утки на новом подворье приживаются все хорошо пока у нас дела идут слава богу хорошо без резких изменений все идет своим чередом всем спасибо за просмотры за подписку всем всего хорошего крепкого здоровья вам вашим родным близким вашим питомцам дорожите временем делайте добро оно к вам обязательно вернется вот даже с сегодняшним моим примером тем что мне удалось собрать вот такое количество зернышка еще еще раз всем всего хорошего всем до новых встреч и всем пока пока красавцы друг перед другом красуются так такую красоту не показать что что-то там небе летает они присматриваются воробьи проснулись они так рано не просыпаются вспомнил анекдот про воробьев прилетает воробей из города в деревню и приглашает своего друга воробья из деревни в город к нему погостевать и еще темно начинает только светать и вот этот городской воробей будет сельского воробья и говорит к нему вставай нужно лететь собирать кушать чтобы было чем позавтракать а тут еле там глаза продирает говорит куда лететь солнце еще не встало что мы будем делать ну полетели они там по мусоркам по паркам где что осталось какие-то крошечки собирают и вот этот сельский воробей говорит не мне такая жизнь не подходит говорит полетели ко мне прилетают они в деревню на следующее утро солнышко уже просыпается сельский воробей еще там досыпает этот городской его будет говорит что ты спишь нужно уже что-то делать мы останемся голодными этот говорит да не сейчас подожди тут выходит хозяйка на улицу и такая курям тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю а тут говорит все вставай нас уже позвали так же и мои воробьи видят что я уже с ведрами к хозяйству пошел уже орех облепили ждут когда я уже курям понасыпаю чтобы тоже лететь и начинать собирать зернышки вот так красавцы нужно нужно уже здесь у вас порядки наводить потому что уже грязновато он идет он не видит ничего перед собой миску уже с влажной мешанкой перевернул меня это так как правильно сказать раздражает потому что рассыпается все они же не подбирают под собой это не куры которые будут там еще грестись и что-то собирать оно если пересыпало уже то ногами притоптало и пошло перьями еще загорнуло вот смотрите какие красавцы один другого красивее и и Субтитры сделал DimaTorzok